В получении взятки в особо крупном размере обвиняется министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Он уже задержан. Его допрашивают в Следственном комитете. По версии силовиков, высокопоставленному чиновнику передали крупную сумму 2 миллиона долларов наличными за положительную оценку, позволившую Роснефти купить госпакет Башнефти. За этим громким происшествием остается незамеченным еще одно коррупционное дело в Сибири. В Кузбассе завели уголовное дело на главу Кемеровского управления Следственного комитета России Сергея Калинкина, а также двух заместителей губернатора Амана Тулеева – Алексея Иванова и Александра Данильченко. По версии следователей, подозреваемые вымогали у контрольного акционера предприятия «Разрез Инской» Антона Цыганкова принадлежащий ему пакет в 51% акции. Их рыночная стоимость составляет не менее миллиарда рублей. Этим делом занимаются следователи из Новосибирска. Кемеровских коллег от него они практически отстранили. И вполне вероятно, что аресты продолжатся. Мы не допустим подобного сращивания чиновников и правоохранителей. В данном случае их преступная схема была в кратчайшие сроки выявлена и пресечена. Теперь же предстоит процесс расследования, в ходе которого будут не только собираться доказательства вины фигурантов уголовного дела, но и устанавливаться другие соучастники. Действия следователей прокомментировал глава Кемеровской области Аман Тулеев. Судя по всему, он вступил в конфронтацию с силовиками. Заявил, что его заместители не могли нарушить закон. С точки зрения губернатора, ни о каком вымогательстве акций со стороны чиновников речи быть не может. Обвинения в адрес Данильченко, Иванова, Троицкой, значит, я считаю абсурдными. Это порядочные, честные люди, государственники, державники. Значит, ничего у них тоже нету, ничего. Ну давайте так, если бы что-то было, вчера был обыск в домах. А где тогда у вас горы золота? Обычно же показывают горы золота, вот часы, вот ручки, вот там, я не знаю, там чего, шубы, меха там и так далее. А нету нихрена.